всем добрый день уже какой раз пытаюсь для вас снять видео про ситуацию в городе харькове мне время очень ограничено надо уходить но хочу для вас снять видео и вы слышите но это в принципе про ситуацию в городе харькове сосед у нас очень сильный оптимист и делает ремонт а вот и боже наконец-то да есть какая-то передышка в несколько минут так вот хочу для вас а кратенько рассказать про ситуацию в городе харькове она нас относительно тихо почему говорю относительно потому что на приграничных территориях у нас ежедневные обстрелы были у нас прилеты в городе харькове слава богу не по критической инфраструктуре потому что у нас есть и свет и вода и газ и отопление но мы находимся в таком ожидании тревожном что будет очередной блэкаут потому что вот где-то раз в 10 дней раз 10 дней у нас случаются такие смассированные прилеты по всей украине и соответственно мы в блэкаут попадаем но судя по всему мой сосед пользуется этой ситуацией что пока есть свет и можно продолжать делать ремонт да так вот постараюсь сейчас уловить момент когда он и технет с дрелью и продолжим так вот у нас пока повторю да есть и свет и вода и газ и отопление но мы где-то готовимся внутри и кстати должна сказать что ситуация в городе харькове со светом да с подачей электричества она гораздо лучше чем других регионах вот я тесно общаюсь с одессой так там гораздо тяжелее ситуация постоянно как не интересуешься нет света нет света свет дают на два часа потом он снова пропадает я так и не понимаю люди в графике или это экстренное отключение и во многих городах украины тоже действуют графики не такого регулярного дам отключения а именно экстренного отключения когда люди там как бы перепирают электричество и их вынуждены отключать от сети у нас тоже как бы действуют графики но тут у нас не отключат но по соседям вы могли это понять да что у нас есть электричество и мы даже в графике сейчас на На данный момент не смотрим. Да, бывают отключения в городе, бывает такое, что вот я езжу где-то на развозке по гуманитарной помощи, есть графики отключения света, но в том районе, где я живу, свет есть фактически на постоянной основе, только он вырубается, когда очередные какие-то блэк-ауты у нас происходят. Ну и теперь про наши волонтерские дела. Я вам очень благодарна за ваши донаты, за вашу поддержку нас, поскольку мы опять-таки, помимо того, что развозим гуманитарную помощь нашим подопечным с первых дней войны, и вот я вам снимала видео на крещение, не помню, говорила, не говорила, там, что мы были и у нашей Настены, которая ухаживает за своей лежачей мамой. Вот скоро на днях поедем к нашей Кристинке. Говорила, что Кристинке исполнилось 18 лет. Для нас это облегчение, поскольку она уже может являться опекуном в случае чего своих младших брата и сестры. Ну и, конечно, по нашим инвалидам, по нашим опекунам и, в общем-то, по всем нашим людям, которые нуждаются в нашей помощи. Но благодаря вашим донатам мы смогли помочь хоспису. И сегодня в хоспис будет отвезена партия. Это полотенца, это пледы, это влажные салфетки, это постельное белье. И наш хоспис этот, где находятся детки с психоневрологическими заболеваниями, нуждается не только в постельном. Вот, казалось бы, элементарные вещи, да, нужны подушки, нужны одеяла. Но они попросили, вот выставили целый перечень. Нужны всевозможные ходунки детские для ДЦП, развивающие игры. Мы посмотрели, что один тренажер, в котором нуждается этот хоспис, стоит порядка 6 тысяч евро. Для нас сумма неподъемная. Но благодаря вашим донатам мы хотя бы элементарные вещи детям. Постельное белье, полотенце, мы все это стараемся. И вот будем собирать донаты, будем еще покупать, довозить, поскольку там большие потребности. Да, вот мы первую партию отправили, скоро я вам покажу отчеты, да, посмотрим, что нужно будет дальше. Вот, я буду, конечно, писать в разные организации зарубежные, которые присылали нам гуманитарную помощь. Может быть, они посодействуют вот в этих приобретениях ходунков хотя бы, да, для детей, в развивающих играх. Вот, но, тем не менее, мы тоже не отказываем. Если мы чем-то можем помочь, мы помогаем. Еще раз я вам должна сказать большое спасибо за вашу поддержку. В том числе в хоспис мы покупаем за донатские деньги. В общем-то, я так понимаю, что сосед мне не даст дальше ничего проговорить, снять. Я вам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы. И большое вам спасибо за поддержку харьковчан.